Как такие вещества будут вести себя в воде? Первая задача. Маляково-хосфолипидо, гидрофильная голова, два гидрофобных хвоста. Так, вот у вас есть поверхность воды. Здесь вода, здесь воздух. Я взял и капнул хосфолипидо в воду. Что дальше произойдет? Итак, задача – это самостоятельная работа. Попробуйте изобразить, что произойдет с хосфолипидами на границе раздела вода-воздух. Вот она, поверхность воды. В какую сторону, как точнее, развернутся все молекулы хосфолипидо? Головой к воде. Головы притягиваются водой? Да. Значит, а хвосты притягиваются или нет? Стоп, почему отталкиваются? Вот это важный момент. Почему отталкиваются? Что не притягиваются, это ясно. Они неполярные. А почему отталкиваются? Так, что вода друг к другу притягивается. А даже не в этом дело. Диполи воды поплыли в движение. А это значит, кинетическая энергия обладает. Да. Если диполь втыкается в хвост, который не может его, соответственно, притянуть. Конечно, толчок получает, но это будет. Значит, хвосты действительно отталкиваются водой. В результате получаем какую-то конструкцию. Вот так. И так далее. А теперь вопрос. А если одна из молекул хосфолипидо не успела? Она просто не успела встать в строй. И оказывается вот здесь. Что с ней произойдет? Она будет выталкиваться в строй. А смотрите. Вот отсюда сверху. Ее кто-нибудь бьет или не бьет? Нет. Нет, не бьет. А снизу? Бьет снизу. Бьет. Пару всего у вас получилось? Уравновешивающая или неуравновешивающая? Неуравновешивающая. Неуравновешивающая. То есть взаимодействуя с водой с этой стороны, да? Вытолкнет хвосты. Хвосты растолкают молекулу этого слоя. И какое положение займет вот эта молекула? Хвосты. Как и все. Такое же, как и все, развернется хвостами в сторону воздуха. Так. В результате сколько слоев молекул хосфолипидо образуют пленку на поверхности воды? Один слоев. Называются такие конструкции будут монослой. Причем молекулы монослоя хосфолипидного будут стоять как угодно или строго ориентированно? Ориентированно. Ориентированно головой к воде, хвостами от воды. Сложно. Усложняем дозвучку. Я беру суперподводную лодку и на реальную глубину километра. В этой суперподводной лодке у меня есть супершприц. Супершприц я набрал немножко хосфолипида, проколол хвост подводной лодки и выдавил за борт несколько капель хосфолипидов. До поверхности океана сколько? Километр. Плотность хосфолипидов ниже, чем плотность воды, они начинают всплывать. Ну, как любой нормальный жир. Начинают всплывать. Только сколько времени они всплывать будут с глубины километра? Вот пока нет зоны раздела. Пока вокруг только вода. Какое положение займут молекулы хосфолипиды? У вас там нет. Нет, нет. Чертите тревик. Возможное положение скоплений хосфолипидных молекул, если нет границы раздела. Если кругом только вода. Некуда выснуть воздух. На глубине один километр нет вот этой поверхности. Пока они будут плыть вверх. А вот пока плывут, они же долго плывут. Пока плывут, они будут занимать совершенно произвольное положение. Или определенно. Поднимаете руки, слышу. Смол. Отлично. Отлично. Исходим мы с того, что головы в воде притягиваются, а хвосты отталкиваются. Кругом только вода. Молекулы двигаются за счет температурного движения. Какое положение займут? Кому голову притягиваются? Классно. На самом деле они могут притянуться. Но в вашем скоплении на воду выставлены хвосты. Так? А если хвосты выставлены в голову, что с ними происходит? Не хватает. Да по ним пьют все время. Их все время крутят. Не устойчиво будет ваш конструкция. Ага. Нормально. Да. Думать, думать. Думать. Что надо спрятать от воды? Бухлые или хвосты? Хвосты. Хвосты. Вот как можно спрятать хвосты, взаимодействуя с водой? Да, в принципе, очень вообще понятный. А, да, есть решение. Давай-ка глянем. Правильно, правильно, правильно. Образовывали такую капельку. В этой капельке, куда обращены хвосты? В центру. В центру. А наружу, в сторону воды, что? Наоборот, голову. Голубы. Голову с водой нормально взаимодействуют? Нормально. По хвостам кто-нибудь бьет или не бьет в такой ситуации? Практически нет. Практически нет. Такое скопление будет устойчиво или разворываться? А можно вопрос? Да, тоже. А вот если, вот смотрите, вот вода наша притягивает вот эти... Да. Ну так она не может оторваться вот от воды? Не, не может. Почему? А потому что, давайте, смотри, вопрос очень важный. С ним будет связана стабильность мембраны. Хорошо. Вода пробует вытащить вот эту кускулетин. Согласны? Да. Вот так она его выдвинула. Обратите внимание. Вот с этой стороны, в этой позиции, по хвостам бьет что-нибудь или нет? А розовым хвостом? Бьет. А, в этой? Что? В этой? Нет. А вот по этой части бьет. Пара сил возникла. А, все. Что будет с этим альпом? Ее столкнут. А ее вобьет обратно. Как не в ту сторону. Ее бьет вообще столкнут. Поскольку, кроме, кроме капсин. Поэтому она пойдет вниз. Поэтому куда она пойдет вниз? Дело в вниз. Угу. Таким образом, такого сорта объединения в воде стабилизируется. Образовалась компания, в которой распадаться не будет. Вот эти взаимодействия называют гидрофил-гидрофонное взаимодействие. Но такую капельку, называться такая капелька будет, по-латыни, маленький шарик. По-латыни, как будет большой шар? По-глобус. Глобус. Да. А уменьшительные суффиксы? В этом понятие. Уля, ума и так далее. Уля. Глобус. Ладно. Фосфолипидная глобула. Фосфолипидный маленький шарик. Ну, белки, допустим, в глобулы сворачиваются. Третичная, четвертичная структура белков глобуляра. Так? Фосфолипидная глобула образовали. Но сколько штук молекулы фосфолипидной глобулы могут образовать глобулы? Порядок. Меня интересует порядок. Сколько надо штук молекулы, примерно, чтобы образовать глобулы? Десятки. Десятки. Лим первая сотня. А можно ли 10 тысяч молекул хосфолипидной глобулы объединить в глобу? Нет. Почему нельзя? А, по-разному, в-три. А, да. Дело в том, что, когда вы стали очень много их собирать вместе, у вас что окажется? Вот, лень не рисовать, поэтому я дальше с кем не могу. Понятно, что вот эти фосфолипиды, все направили хвосты к центру, но их очень много. А в результате, вот здесь-то что? Вот здесь полость. А здесь полость, чем за полость? Вода, вода, вода. Если водой, то отсюда удары. То система-то стабильная или распадется? Распадется на воздухе. Какой воздух на глубине километра? А, ну да. Нет, внутреннее отражение нулевое в буквальном смысле, вакуум. Что с этим шариком произошло? Сдавим. Сплющили. Взяли, сплющили. Вместо шарика что получили? Диск. Блин. Диск. Из каких слоев фосфолипиды? Из-за кучи. Из кучи? А, из двух. Понятно, что только из двух. Ну вот вы взяли воздушный шарик из дуга. Так? Значит, вот он плоский, совсем лежит на столе. Так? В этом резиновом ублении сколько слоев резинов? Два. Ясно, что при склопывании такой сверхбольшой глобала у вас произойдет не монослое, а какая структура? Да, бислое. Бислое. Два слоя фосфолипидов. Как они будут сориентированы бислое? Кто может словами описать положение фосфолипидов бислое? Ножками к цему. Ножками друг к другу. Свой к слою. А в сторону внешней среды? Значит, вот он, это слое. Да, да. А есть мембрана? Это основа мембраны. Это, так сказать, несущая система, куда будет встраиваться все остальное. И вот такие фосфолипидные бислои составляют основу любой биологической мембраны. Учтите, что фосфолипиды – это широкая группа соединений. Это не одно определенное вещество. Поэтому самые разные вещества входят в состав этого бислоя. В частности, такой фугол для домохозяйки есть. Смертельно опасное вещество – холестерин, от которого масса всяких самых страшных вещей происходит. Поэтому еда с холестерином – это вообще совершенно кошмар. Ребята, холестерин – совершенно необходимый материал для построения первой мембраны. Вот просто ни одна клетка без холестерина мембрану не построит. Он просто входит в эту конструкцию. А значит, каждая клетка имеет свой собственный механизм синтеза холестерина. Но если это необходимый материал для строительства, ну, конечно, клетки просто сами умеют синтезировать холестерин. Поэтому тот холестерин, который вы с пищей употребляете, попадает ли он в клетку? Что с ним происходит в вашей пищеварительной системе? Растворяется. Только не растворяется, а что? Растворяется. Да переваривается он спокойно, да? А откуда берется холестерин внутри уже вашего организма? Сделали. Под клетки его построили. Это понятно? Да. Так что на самом деле патогенный холестерин, который там действительно, реально, когда он выходит под контролем, вызывает массу очень тяжелых непрередностей. Только имеет он какое-то отношение к вашей пище или он создан самими клетками? В результате атеросклероза, заболевания, которые развиваются из-за холестериновых пляшек внутри сосудов. Это производное от вашего характера питания или от вашего обмена веществ? От обмена веществ. От обмена веществ. Правда. Правда. Стоп. Внимание важных моментов. Дело в том, что так обстоят дела не у всех людей. Есть люди, у которых существуют врожденные киски, врожденные киски, по, допустим, тем же атеросклерозам. А это что значит? Это значит, что часть пищевого холестерина каким-то образом реально включается в формирование холестериновых пляшек и все прочее. Вот таким людям опасно или безопасно употреблять большую кальточку, а для них реально опасно. Кстати, если уж об этом речь зашла, в каких продуктах реально много холестерина? Молоко. Прежде всего это самый разный молочный жир. Так? Данные об этом были получены. Но это целая история, просто к дракону отношения уже не имеет. Жирный сыр, сливочное масло, жирный творог, сметанка. Так? Для людей с врожденными рисками по атеросклерозу противопоказано. Значит ли это, что вообще не надо никаких жиров, ничего подобного. В растительных организмах бывает или не бывает холестерина? Они просто не синтезируют. Поэтому надпись на бутылке, допустим, с подсолнечной маской, без холестерина. Рассчитана на лоху серебристых. Так? Ну, как вам сказать, это примерно то же самое, что написать на бутылке с водой. Вода мокрая. Можно подумать, что бывает еще какая-нибудь. В растительных маслах не может быть холестерина. При этом, в общем-то, строго говоря, оливковое масло физиологически, вероятно, подчеркиваю, вероятно, более эффективное, чем подсолнечное. Там есть одна ненасыщенная связь, это штука очень физиологически важная. Но это же такие детали, которые мы с вами есть не будем. Ну, мы же говорили, что без животных продуктов нельзя. Так? Значит, а вот дело в том, что рыба, жиры, которые образуют рыбу, так, имеют даже, я бы сказал, профилактическое значение. Не только не способствуют образованию пляж. А они могут замещать, отчасти, во всяком случае, замещать холестериновые комплексы. Поэтому жирное мясо, молочные продукты действительно повышают риск для многих людей всяких холестериновых неприятностей. А вот рыба? Нормально. А рыба нет. Так? При этом рыба содержит вполне, ну, то есть совершенно полноценные животные белки. То есть полный набор незаменимых аминокислот не есть. Так? Так что вообще-то с медицинской точки зрения предпочтительнее не мясо, а рыба. Ну, мясо тоже хорошо, но нечастое, не очень жирное. И вообще, знаете, что самое вредное на сути? Вот от этого состояния все умирают. Не было исключения, чтобы кто-нибудь выжил. Что это такое? Санит стеклянья. Это жизнь. Вреднее всего на свете жить. Потому что от этого умирают. Согласен. Понятно? Понятно. Так что мясо очень бедное. Понятно, да? Хорошо. Поеду ли дальше? Итак, получили постфолипидный и свой. Основливой мембраны. Давайте посмотрим, как распределены свойства к нему. Вот эта сторона. И вот эта сторона. То есть обе плоскости мембраны обращенные к среде. Гидрофильная или гидрофильная? Гидрофильная. Гидрофильная. А внутренняя часть? Гидрофильная. Гидрофильная. Вопрос. Как нормальная мембрана? Что будет? Кроме косволипидной основы, в нее вот так вот впаянно молекулы духу. Причем могут торчать насквозь, а могут, допустим, снимать вот такую позицию. Полукруженная. Вопрос. Как загнать полковую молекулу в мембрану, так и почему она за счет температурного движения из нее не выпадает? Ведь вообще-то температурное движение есть, молекулы двигаются. Зажаживая. 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 То есть за счет трения, да? Это сложновато будет. Может, дело помогает в мембране выбраться наружу. А как? Сколько разных аминокислот может входить в состав дуркодрома? 20. 20. Чем включается в дуркодроме? Радикаловная. Справочка. Некоторые радикалы гидрофильные, а некоторые гидрофобные. А, ну все. Как вы будете строить дуркогу-глобулу, чтобы она вот так застряла в мембране, выставив два конца по две стороны? Вот в этом, вот в этом поясе угла, какие радикалы должны торчать наружу? Гидрофобные. Гидрофобные. А вот здесь гидрофильные. Ясно при этом, что для такой молитвы существует одно единственное устойчивое положение? Здесь она оказалась просто вот так в растворе. Да? Ее по вот этой центральной части вода бомбит? Да. Да. Ее все время гоняет. Случайным образом. Так? И если ее случайно, опять-таки случайно, загибнут в мембрану, так, то оказывается, что заняв вот такое положение, вся бомбежка прекратилась. Потому что оба эти два конца притянули в воду, им хорошо. Так? И все гидрофильные хорошо, здесь гидрофобное окружение. А если эта молекула за счет температурного движения попробует выскочить? Что происходит? А ее вода притянула. А ее вода притянула. Это понятно? Теперь, как сейчас делать вот такую погруженную молекулу? А еще раз мы притянула. А для кого, которые под сюда обращены, какие должны? А вот сюда? И все. Принцип понятен? Да, хорошо. Я не понимаю, вот с боков разве вода не попадает? Еще раз. Ну вот, у этой конструкции она как говорится. Подойдите к доске, покажите. К воде, подойдите, бьет, получается. Водя. А, да. Ответ есть на этот вопрос? Да. Так, Алиса, прошу. Давайте к доске, к доске. К доске, к доске. Мембраны сделали заваренный потек. Так? Вот это и есть мембрана, ужившая цитоплазму клетки. Нет у нее вот таких торцов, как бы быть не может. Так? Любой кусок мембраны, что сделает? Клетки достаточно часто, во время самых разных процессов, мембраны нарезаются на пробмены, на куски. Такие полотни еще нарезают. Что неудивительно делает, скажешь, такой кусок? Сворачивается. Сворачивается, образуя маленькую, маленький шарик мембранный. Так? Какая сила его сворачивать-то будет? Гидрофил, гидрофобное взаимодействие, конечно. Понятно? Отлично. Хорошо. Итак, закрепили пилочки в мембране. Ну, надо сказать, что в клетках животных, да, клетки растений и грибов поверх мембраны. Чем еще покрыта? Клеточная стенка. Но это поверх мембраны, это то, что клетка надела на себя. Клеточная стенка, это еще очень удобная конструкция, но она имеет одно неприятное свойство. Клеточная стенка, это вот такие гыгры, через которые все тракует, наоборот. Она не растяжена. Ага. Если вы залезли в консервную банку, вам двигаться очень удобно. Форму тела своего вы меняете можете? Да. Отлично. Опять посмотрите, что я делаю рукой. Я рукой двигаю. При движении, скажите, пожалуйста, ткани у меня на разных участках тела сжимаются, разжимаются. Да. Клетки меняются, вот так вот. Да. А если каждая клетка впаяна в жесткую коробку, двигаться можно или нельзя? Нельзя. А почему здесь, я скажу, пошире? Шире? Ну тогда я не могу. Так, стоп, давайте. То есть вы собираетесь клеточную стенку сделать такую и засунуть туда вот такую клетку. Ну, побольше. Ну, вот такую. Да? Отлично. Скажите, а почему вы не разваливаетесь на гибной клетке? Ну, там, нос не отпадает, дух не отпадает. Ну, у меня не отпадает. Целостная структура. Целостная структура. Это значит, соседние клетки у многоклетчат, ну, надо привязать друг к другу или приклеить. Да. Отлично. Так, неважно, какого размера клетка будет. Коробка у вас жесткая? Жесткая. Чтобы не рассыпаться на отдельные клетки, склеили жесткие коробки. Так? И теперь попробуйте гнуть это дело. Коробки жесткие. Ну, такая клетка же может внутри коробки, но ей не равняться. Клетка может сколько угодно гнуться. Вопрос, палец ваш от этого сожмется или нет? Нет. Он же состоит из клеток, так, каждая из которых сидит в жестком путляре. Путляры склеили друг с другом. Можно ли в такой ситуации согнуть палец, открыть его, высунуть его? В общем, нельзя. Вообще ничего интересного сделать нельзя. Да? Так что, животные расплачиваются за возможность движения утратой клеточных стенок. Вообще, клеточная стенка, это для клеток очень удобная конструкция, позволяющая просто решать ряд очень сложных проблем. Поэтому, к животной клетке приходится заводить какие-то механизмы, которые в растительных клетках у них просто необходимы с ним. Потому что все эти задачи решаются просто клеточными стенками. А клетки животных не имеют права клеточной стенки. Хорошо. Итак, крем клетку животного. А это что такое? А это вот такой голый басер. Никаких защитных структур, мембраны, а внутреннее заполнение мембраны как называется? Стоплазм. Стоплазм, все слабо. Так вот, у животных во внешнюю среду, вот так вот, из мембраны, будет торчать еще слой полисахаров. Такие обычно ветвящиеся молекулы, полисахаридные, которые могут пришиваться либо к голодным козлипидам, либо вот так, к мембранным белкам. Значит, это полисахара составляет химический паспорт клетки. Так? То есть это основа, позволяющая отличить свои клетки от чужих. Ну, идет по межклеточной среде иммунный агент. Что такое иммунитет, как я примерно слышал? Да. Отлично. Иммунная система должна отличать своих от чужих? Да. Должна отличать. Как она это делает? Она просто один из способов, там много способов, один из способов, да? Проверяет как раз вот эту щетину, торчащую из клеток. Так? Значит, называется такой слой, углеводный слой, торчащий из мембраны наружу, глипокалипс. Вы не можете, вот, какая-нибудь чужеродная бактерия повязать подделок специальных бактерий? Подделок гликокалипс? Ну, теоретически может, практически такие случаи неизвестны. Так? Значит, теоретически, можно себе представить, что у бактерии случайно возник механизм синтеза полиосахаридов как раз необходимого типа, что само по себе очень сложно представить, просто очень низкая вероятность. Так? А затем бактерия эти полиосахариды выкинула в окружающую среду, и они как-то приделывались к ее клеточной стенке. Потому что бактерии как раз покрыты клеточными стенками. В этом случае бактерия получит такой мускеров. Насколько я знаю, такие случаи неизвестны. Я могу ошибаться, конечно. Вопрос интересный, но даже имеет смысл специально проверить. Ну, как только до интернета доберусь, проверю. Хорошо. Вот это основа мембраны. Теперь давайте посмотрим, какими свойствами мембрана будет обладать. Мы уже поняли, что выскакивать вот в этом направлении участники не могут. Какая сила препятствует? Гидрофил-гидрофилное взаимодействие. Вода обладает. Значит ли это, что участники не могут двигаться вот так? Мог. Вполне все мог. Свои мембраны будут относительно друг к другу. То есть мембрана, ребят, меньше всего на свете похожа на полиэтиленовый пакет. На что она похожа? Если уж чем-нибудь рассказать. На гусених, вот станциях. На стенку мыльного пузыря. Мыльные пузыри, сколько это? Вот на самом деле структура мыльного пузыря очень похожа на структуру биологической мембраны. Молекулы мыла устроены примерно так же, как хосфолипиды, только у них не два хвоста, а один хвост. У молекулы мыла тоже гидрофильная голова и такой гидрофильный схвост. В отличие от настоящей первой мембраны, там более сложная структура возникает, потому что ни один мыльный пузырь это все-таки небесой. Там внутри течет вода. Толщина участка стенки мыльного пузыря меняется. А если меняется толщина участка, сквозь который проходит свет, преломлять свет он будет так же, как соседний участок или иначе? Иначе. Поэтому смотрим на мыльный пузырь и что видим? Там разноцветные. Разноцветные переливающиеся волны пробегают по нему. Откуда они берутся? Это как раз вода перемещается внутри мембраны пузыря. Мембраны текучи. Точно так же мембраны живых клеток текучи. Они текут. Это не жесткая система. Хорошо. А как они текутся? Белки там? А белки не снимут. Видео о внутренней жизни клетки. Да. Помните, как там двигались молекулы, висящие в клеточной мембране? Как собирались устойчивые домены, на которые монтировались как раз молекулы белковых рецепторов. Да? Вот такой поток мембраны известны. А теперь давайте посмотрим, какие же вещества могут проходить в клетку и выходить из нее. То есть вот так, сквозь мембраны. А для каких веществ возникнут проблемы? Модель у нас будет следующая. Я взял все, убрал с капитуры, заставил капитал плотную, полностью поверхность стола или вашей парты, заставил, допустим, бутылками с пивом. Следующую бутылку поставить нету, места не хватит. Это значит, что бутылки плотную стоят? Да. Нет. Стоп. Значит, если я их настолько, их ближе прижать нельзя, следующую бутылку просто места не хватит. Значит, хорошо, плотную. Отлично. Теперь я взял ведро песка и вот так сверху на бутылке высыпал. Вопрос. Песок попадет на крышку парты? А как же ведь? Бутылки же плотную ставят. Да, потому что не за счет. Ну, не за счет. Ну, не за счет. Есть, а значит, дело не в размере. Просто еще и не за счет. Дело в форме бутылок. Бутылка такой формы, что прижать плотную по всей поверхности к соседу ее можно или не взять? Форма бутылки подразумевает, что в каких-то точках вы прижали плотную, но зазоры останутся? Да. Останутся. А теперь на вот этот сплошной слой бутылок я высыпал сверху пачку ученических тетрадей. А они пролезут на крышку парты? А почему? Песок пролезут. А зазор в поле не пролезут. Ага. Крупные частицы в такой зазор не пролезут. Так вот, форма молекул хосфолипида не позволяет им прижаться вплотную друг к другу по всей вине. А это значит, так же как между цилиндрическими бутылками, проходы остаются? Да. Ага, проходы остаются. Значит, в нашем примере песок. Мог этот проход проскочить? Да. Мог. Отлично. То есть, на самом деле, в такую дырку, какое ограничение для свободного проникновения? Размер. Кто может? Размер. Мелкие частицы могут? Да. Могут. Крупные? Не пролезут. Первое ограничение вроде бы понятное. Вы видите, что не оно самое главное. Еще и гидрофорность. А при чем здесь гидрофильность и гидрофорность? А то, что хвосты-то, они могут вот так колебаться? Давайте вспомним, как ведут себя гидрофорные и гидрофильные частицы, встретившись. Притягиваются? Не отталкиваются. Отталкиваются. Отлично. Давайте посмотрим несколько разных сценариев. Учтите, что здесь начинает работать вероятностная запомня. Если верхний и нижний слои в данный момент, вот чисто случайно, занято в такую позицию, что проход между липидами верхнего этажа является точным продолжением прохода в нижнем этаже. И если у нас есть малюсенькая заряженная частица, которая движется строго в направлении этого вектора, она проскочится? Конечно, проскочится. Кто ее задержит? Ну, какое реальное взаимодействие может задержать такой ребенок, так, на пути через этот проход? Она притянется. Стоп. Она заряженная, а паски какие? Не заряженная. К ней можно притянуться? Не, а головкам? Головкам. А поверхность головок занята взаимодействием с кем? С водой. С водой. Есть там кому-то днемница? Почему вода не затягивает? Куда же? Эти средства частичек. О! Наконец-то! Долго ждал, пока родители. Родили, паш, очень хорошо. Берем какой-нибудь ем. Допустим, самый простой на свете ем какой-нибудь. Матрин. Есть намного проще. Паш. Ем водорода. Что из себя представляет ем водорода? Что это? Литератон. Это же голые протоны. Меньше этого иона. Возможно ли ем? Нет. Невозможно. Значит, давайте думаем. Вот у вас есть молекулы воды. Да? Есть у вас ротончик. Кто из них больше? Молекулы воды. Немножко больше? Нет. Вы понимаете, что на самом деле несоизмеримо больше. Мы говорили, что гидро это малюсенькая часть объема атома. А здесь у нас аж целых три атома объединены. Так? Значит ли это, что протону проще пробиться в эту дырку, чем водному диполу? Да. Да. А теперь давайте вспоминать. Как ведут себя противоположно заряженные частицы? Оталлеза. Противоположно? Отлично. Отлично. У протончика заряд есть? Да. А у водного диполия местная заряда есть? Да. Что немедленно произойдет? Протон прилетит снова, а не притянутся. Конечно. Ни один йон никогда в растворе не плавает в одиночестве. Почему он немедленно покрывается? Протонки. А он немедленно покрывается вот такой свитой. Что это за свитой? Это диполия. Это водное диполия. При этом к протону в какой стране он не будет развернется? Отлично. Отрицательный. Вот так. А теперь скажите, что больше? Одиночная диполия или вот эта компания? Эта компания. Эта компания слегка больше. Кому провести сложнее? Этой компания. Этой компания. Поэтому понятно, что вода раскатывать может. Ну реально водные диполия это не крупная молекула. А любой йон притянул к себе целую компанию диполия. Как будет называться йон в этом состоянии? У него имя своя есть. Гидротированные йоны. В водном располе йоны гидротируются. Стягивают на себя дипольную оболочку. А в результате даже малюсенький протон пролезет ли вот так? Не пролезет. Слишком здоровая вот эта свита. Хорошо. А гидрофобные вещества, такую свитную на себя цепляют? Нет, не цепляют. Поэтому кому проще проходить просто напрямую сквозь бесслой? Гидрофобно. Гидрофобно. А плюс к этому. Есть еще, но вот это уже сложно вам объяснить будет. Даже очень здоровая гидрофобная молекула, Вот если гидрофобная молекула, она может быть очень большая. Ее все равно мембрана пропустит. Примерно. Вот это вот не содержать уже аналоговая модель. А аналоговая. Так? Значит, как можно себе представить? А вот гидрофобная крупная молекула просто растворяется вот в этой гидрофобной массе. Во внутреннем своем. Гидрофобные вещества гидрофобных растворяется вот в этой гидрофобной массе. При этом, значит, температурное движение в нее остается. Она здесь, внутреннюю мембрану, может вернуться. И теоретически может с одинаковой вероятностью выйти, вернуться в трежнюю позицию и в эту позицию. Сойдет там направо. Вот чем будет определяться направление выхода? Чем определяться направление гидрофобной массы? В концентрации. Концентрации. Если этого вещества здесь много, а здесь нет, то куда пойдет гидрофобная вещество? Сквозь мембрану. Это понятно? То есть, помните, я вам говорил, что есть у нас гидрофобные гормоны. Стероиды. Чем они отличаются? Допустим, от двуховых гормонов. Их клеточная мембрана задерживает или не задерживает? Они гидрофобные смотрят. Вот у вас клетка. Наследственная информация клетки где хранится? Гидрефобные. 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 Гидрофобные. Двойная мембрана. Если у вас полярный гормон, ну, допустим, инсулин, так, это белок, хорошо известный, если нет специального проводника для него сквозь мембрану, пролезет он или не пролезет сквозь бескуль? Не, не пролезет. То есть, действовать он может только на агенты, закрепленные в мембрану. А уж дальше эти агенты должны что-то менять здесь, внутри гидрефобные. Так? Значит, мембранная рецепция гормона. А теперь, половые гормоны, значит, а это стероиды, да, они гидрофобные. Эта мембрана держит или не держит? Не держит. Не держит. То есть, стероид вот так идет, он плевать на все мембраны. Обратите при этом внимание, при этом в ядро попасть может прямое взаимодействие с генетическими базами. В результате, такой гормон будет влиять не на частный процесс кистоплазмы, а на что? На программирование деятельности клетки. Выключать некоторые блоки генов, включать некоторые блоки генов. Понятно, что именно это и происходит при половом созревании. Ясно, что до полового созревания мальчишка и девчонка, на самом деле, это два одинаковых организма, отличающихся только одной маленькой внешней деталькой. Так? Значит, а после полового созревания? Взрослые мужчины и взрослые женщины. Это одинаковые организмы или нет? Нет. Умоляю вас, изменится все. Изменились скелеты, изменился характер обмена веществ, изменился характер регуляции поведения, изменился характер регуляции дыхания. То есть, все системы изменилось. Глубокая перестройка организма, а один не только развитие строго определенных органов движения. Идея понятна? Да. Хорошо. Значит, немножечко вспомнили про то, какие вещества пропускает свободно косплипидная основа. В частности, крупные полярные молекулы, глюкоза. Пропустят или не пропустят? Нет. Не пропустят. А любая нормальная клетка должна получать, должна уметь получать глюкозу из нижней сирии. Или нет? Должна. Ага. Вот на следующем занятии посмотрим, как же идет мембранный транспорт. После того, как разберем мембранный транспорт, уже можно будет переходить к нервному импульсу.